Официально представили нового руководителя. Генеральным директором Владимира Суздальского музея-заповедника назначили Сергея Рыбакова. Он родился в Гороховецком районе, был главным федеральным инспектором нашей области и членом Совета Федерации. Министерство культуры поставило Сергею Рыбакову задачу сохранить стабильность в развитии музея и в то же время внедрить новые формы в повседневную деятельность учреждения культуры. Он отсюда, из этих мест, он знает специфику этих мест, он понимает, как сюда привлечь туристические потоки, как из России, так и из-за рубежа. Мы будем помогать в этом процессе, поддерживать его безусловно. О внезапной смене руководства музея стало известно 23 апреля. Светлане Мельниковой, которую дважды назначали на пост директора, в 2010 и 2018 годах вручили приказ о расторжении контракта без объяснения причин. На представлении коллективу преемника она не присутствовала. Собравшимся объявили, что Светлана Мельникова находится в Министерстве культуры. Там ей предлагают новую должность. Ведь такими специалистами, по словам столичного чиновника Александра Воронко, не разбрасываются. На вопрос, почему же тогда возникла необходимость расторгнуть смельниковый контракт, представитель министерства ответил, что это просто движение вперед. Назовем это ротацией кадров. Профессионализма и опыта Светланы Евгеньевны Мельниковой никто не умоляет. Министерство культуры продолжит с ней отношения. Новый гендиректор, выступая перед коллективом, назвал свое назначение огромной честью и ответственностью. Сергей Рыбаков сказал, что знает о музейных проблемах. Например, о конфликте бывшего руководства с частными гидами. О состоянии памятников белокаменного зодчества, которое он назвал почти критическим. В июне Рыбаков представит в Минкультуре концепцию развития музея. Я последние годы очень активно занимался культурой, культурным наследием, в том числе в Совете Федерации. Я очень надеюсь, что меня поддержат. Поддержат, прежде всего, коллектив, поддержат все мои друзья, которых у меня здесь много. Поддержат власти всех различных уровней. И мы действительно сделаем музей только лучше. Новый руководитель пообещал оставить все выставки и проекты, увеличить туристический поток, чтобы музей звучал на федеральном уровне. Также предстоит работа по восстановлению памятников и налаживанию отношений с гидами. Рыбаков уже заявил, что готов к разговору с общественностью.